Песня 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 Книга Откровения, 15 глава, 6 стих И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую винную одежду и опоясанные паперсянами святыми поясами Ой, золотыми Песня Песня Эти семь ангелов, те же самые, что в стихе 1, вышли из храма непосредственно из святого святых От самого Бога являются его непосредственными посланниками в мир и совершителями его судов, как имеющие семь язв Они назначены Богом для исполнения завершительных судов над вселенной Семь ангелов являются из храма, облеченные в чистую и светлую винную одежду и опоясанные паперсянами золотыми поясами, чем явно напоминает Христа, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и паперсянам опоясанного золотыми поясами Это сходство говорит о том, что миссия семи ангелов в исполнении воли Иисуса Христа, как судьи мира Их действия совершаются от Его лица Чистота и светлость одежды ангелов соответствуют их чистому и светлому существу и являются ограждением чистоты и света Бога, как судьи мира Чистота и свет будут отличать Божественного судью от неправильных судей мира сего, часто вершивших нечистые и мрачные дела Карающие ангелы, опоясанные паперсянами по груди золотыми поясами, могущественны и праведны, готовы к исполнению последних указаний Божьих Как опоясанные золотыми поясами, они достойны испытывать огнем судов Божьих, даже и тех праведников, достоинство которых в Писании означается золото Семь ангелов, имеющие семь язв, вышли из небесного храма Какие тут вопросы, у кого раньше считали, если... поднимайте эти вопросы Вот первый раз вы сегодня слышите это И что это означает? Как узнать, что они были и не будут? Книги не для того, чтобы только читали, а понимали Понимали и притворяли в жизнь Здесь какое-то предупреждение А будем говорить, а я не знал Почему не знал? Толкование дается Вот есть такие АСД, адвентисты седьмого дня Они это все время толкуют И в городе развешивают, в Барнауле пролетает пятый ангел И всех вот сдавод к себе Прямо как-то в ангел люди глядят И вот ходили они у нас здесь, откупили дворец спорта Каждый день они платили сто тысяч за него Дворец спорта, это не маленький это И я ходил с первого дня до последнего И ты заходишь, тебе дают клеточек, что ты был Когда у тебя будет, ну допустим, семь витков Один взамен дает себе Библию И просто так И вот они теперь каждое слово это Применять будут туда, где они находятся А после этого они будут в Томске И в Томске пролетает ангел Правда? Во-первых, это не подтверждается вещам А во-вторых, как правило, лесть Вот они были, температура Там 30 с лишним градусов Жара невозможна Он выходит и говорит Ой, какие вы счастливые люди в Барнауле Такая погода А то выйти невозможно, все спалило Ни дождя нет у них сегодня То есть непрерывная лесть И после этого объявляют Кто есть незамужние Или оставленные мужьями У нас тут специальные специалисты есть Вот эти в комнату заходите Мы познакомим Такие есть мужчины Сейчас они сведут вместе Люди приходят И вот они побыли Ну сколько там, допустим, 15 дней в неделе Две общие наблюдали Но куда? Что люди узнали нового? Вот летели ангелы Какие мысли-то приходят? Делитесь как-то Никаких Меня интересовала очень сильно Третья книга Ездры Она не попала ни в канон Ни в неканонических элементов Одна такая книга из Библии Ее берут из Брюссенской Библии У католиков она есть А откуда они взяли? Свиток попал ее в руки А она не досталась И там дни подсчитаны Сколько будет? Когда я прочитал толкование Оказалось, все это уже ушло И у меня сразу интерес пропал А раз ушло Меня не касается это Если это будущее Тогда это очень сильно нас касается Как бы не оказаться Не с той стороны А как он ангел? Мы считаем Видел я летящего посредине неба ангела Который нес вечное Евангелие Ну что на это можно сказать? Мне уж сказано Ну не называй Не называй, кто это понимает Ну поневоле Есть такие люди Они у вас близкие даже Они говорят С чего вы взяли ангелов? Это ошибка не каньянская Он нес книгу правил Но маканон Неопровержимые данные На все абсолютно Написано Евангелие И кто отвращает ухо От слышания закона Это притча 28.9 Молитва того мерзлась Вот у нас в Барнауле На стенке между иконами Это надпись Молитва Я пришел Стою сложил руки Благоговерие При счастье углянул А молитва в мерзость идет Если я отклоняю ухо от слова Божия Не хочу слушать А ведь таких людей в православии Намного больше Чем половина У меня есть статья такая Из мракия Из тьмы язычества Женщина одна Кандидата Наук Цепенникова Людей кажется Страна Павловна Она Вела За студентов Сто групп Три тысячи человек И она задает Двадцать вопросов Как вы уверовали Как вы считаете Когда надо Молиться Ну и все-таки Ну вопросы Серьезные И она занималась этим Пять лет Люди Кончают курсы Переходят на следующие И она всех их спрашивала Общий результат такой Крещеных Девяносто девять процентов Как крещеные Там это мощеные Сбрызнутые Что-то знает О Боге На триста человек Только один Ноль целых три сотых Вот и все А у нас Здесь считают Там 80 процентов Населения России Верующие Ты поговори с ними Ты узнаешь Они ничего не знают И знать не хотят Они не хотят Они не верят В воскресение Из мертвых Вы верите? Христос воскрес Ну да А то что вы умрете Воскреснете Как воскреснете? Ну опять же Кость с костью сойдется Мясо сразу нарастет Жилы натянутся Бог дыхнет Книга Зекииля говорит Полное поле сухих костей Ему говорится Соберитесь с костью Они засущены Друг в другой коленке Голова Все Второе пришествие Христа Есть Такой фильм маленький Там показаны Как это Ангельские трубы Показывают ангелов Как трубят И как гробы Молнии бьют Они стилят Стоят без головы Летит Голова Голова насадилась на него Все Прикладываются Ну то вопросы Понятные Ты в храм ходишь Часто Чаще Надо исповедоваться Чаще Причищаться Главный лозунг А на труб Это иные Причищаются Раз в год Иные в два года Один раз Не счастье Не одобряем Не редкое А готовность А поэтому Когда каждую неделю Написано Надо поститься То есть Он не постит Этот человек И поэтому Многие больные Недостойно Причищаются Многие больные И немало Умирают Умирают от Причастия А не готовности А если Долго не Причищаются Не причищаются Должна быть Объяснена Причина А причин Там четыре Большие причины Вот это все Должны знать Христиане И вот то Что Степенникова Это сказала Я с ней связался Встретился И православный Журнал Можно назвать В Барнауле Алтайская миссия Называется Она там в каждой Епархии Такой есть Бывает газетка Выходит где-то И там Я перепечатаю Эту статью Я встречаюсь С епископом И говорю Вот такая статья Ну что Это в нашем журнале Ну вот Главный редактор Вы написано Здесь же написано Вы главный редактор Значит вы должны быть Как-то ее пропустил Как мог ты пропустить ее Тебя на суде Божьем Будут спрашивать Триста человек Причищались Только один что-то знает Какие отношения Разницы нет Как верить Студенты отвечают Ну а как вы считаете Молодежь может грешить И все Постаро Испокаивается Это ответ стандартный А попы Как смотрите на священников А мальчики Посмотри какие круизы Посмотри какие у них машины Люди видят Какие дачи Патриарха Яхта своя Ну нельзя говорить Ты начнешь говорить Сразу тебя подсунули И ты замол Мы даем согласность Даже не подозревая об этом А если бедный человек Бедность никогда не была пороком Бедность не порок По словам тебе говорят И вот это Когда про ангел Начинаешь Говорить Ты еще раз Вникни Спроси А другое толкование Есть Здесь взято Самое Чистое Что взятое И кроме этого На сегодняшний день Я знаю Много толкований Выходит Отец Там Глеб Кудит Там Стеня Полит Ну вот Как здесь Это Отец Геннадий Собрал Всех святых отцов Он сам был Протестантом Более Лучшего Даже не встречал И думает Что им нет Он абсолютно Все взял Так что Я здесь Внимание хочу обратить Что Написано Семь ангелов Вилляет Из храма Облеченный В чистую Светлую Линую одежду И опоясанным По перестям Золотыми поясами Чем явно Напоминает Христа То есть Даже по внешне Эти ангелы Схожи со Христом Здесь На что Сходство Это сходство Говорит о том Что миссия Семи ангелов В исполнении Воли Иисуса Христа Как судей мира То есть И мы тоже Стремимся К подражанию Христу Как апостол Павел Говорит Подражайте мне Как я Христу Даже внешне То есть пояс Борода Там например А также И в духовном плане То есть Как Христос поступал Так и мы Читая Евангелие Подражаем ему То есть Как он поступал Так и мы В этой жизни Должны подражать ему То есть в этом Я увидел Подражание То есть Этим словами Он вызывает Доверие к Ангеле Но ангел Это не Бог Все так делает Как Христос Это надо знать Очень хорошо Все священное писание Чтобы столько сил Делать на священное писание Я нигде больше не свящал Разные-разные Читал толкования Но главная основа Это Андрей Кесальник Ападатийский Архиепископ У него кратко Он на этом На всем основал То как он говорит Он теперь это расширен На варианте Опровергая все современные Заблуждения Сектак И перечипывая Вот один раз Прочитайте Тут возникает вопрос В церкви Ты сегодня считал Деяния Послания Откровения Никогда не считается А она там отходит Почему? Я вопрос просто задаю Сам себе Находите Раз я задаю Я его и нашел А вот Чтобы так знать Толкование где-то Я первый раз услышал Александра Ивановича Кесальника Ападатийская Андрея А теперь Это вот Развернут Обиди С учетом Всего что сегодня Происходит Как раз Сегодня читалось Это местописание Ссылка дается Первый Карифен 3.12 Правильно Да? Читалось Вот что Вот тут написано Ибо никто не может Положить другого Основания Кроме положенного Которого есть Иисус Христос Строит ли кто На этом основании Из золота Серебра Драгоценных камней Дерево Сено Соломы Каждое дело Обнаружится Ибо день покажет Потому что В огне открывается И огонь испытывает Дело каждому Какого оно и есть Вести Сегодня считали Сегодня здесь Ну можно считать Орнение А можно Перст Божий Потому что В другом месте этого нет А здесь есть Как проводило время День Сколько мы говорили Считали Смотрели Ну однажды Сделал я себе Хронометраж Ну не сам Допустим Тебе некогда Рядом посади И он говорит Ты сиди рядом За мной наблюдаю Я буду жить Как обычно В какое время Мы сели здесь И запиши Сел Открыл Библию Или открыл Другую книгу Вот это фильм Интересный Такой Я начал смотреть Догляжу Там 2.40 Пришел до конца Досмотрите Это так интересно Ну а потом К вечеру Ну это один день Такой А бывает Другой день И вот так Несколько дней И в общее Среднее Выведение Время Сколько Из времени Когда ты не работаешь Это работа Другая А просто За столом Сидишь и считаешь Сколько времени Уходит На Слово Божие Вот один раз Это называется Хронометраж И там Когда вот это Точное данное Вот мне нужно было Сейчас знать Пруды у нас 6 прудов У нас Сажень 2 метра Закрепленная Как буквой А И теперь идешь Вот так И все Точность До 1 метра Мне пришлось Обойти все Эти пруды И все Эти отрожки Второй мостик Куда вода Скрывается До конца Дошел Теперь с той стороны Теперь вот отрожек Который наш Шмирс идет Где Все И теперь Выставил в интернете Сколько С сотой Доли гектара Интересно Да очень На днях Когда стали говорить Обачили Да мы в деревне Посадили Сколько Не 19 березок Больше 100 Батюшка Сколько Я все брал Подряд Нет Липу не надо Брать Липа Это отдельно Он тогда Пошел Обрат Пальцем Вот так Вот А все эти У него Получилось 46 березок Посадил У меня 57 Потому что У меня Лагерь И Заходишь Матушки Называем Пруд Рядом Это моя Посадка И вот В общей сложности Мы только Двое Уже 100 А теперь Рядом 12 Фар Посмотри Это Другие вопросы Стояли И Тоже Так же Все это Замерил Выставил Теперь люди уже знают О чем говорить Конкретно Мне такие вопросы Задают Я не знаю Ни один Митрополит Не слышал Патриарх Не слышал Что ты сейчас Зашел сюда Москва Москва Не говорит Кто Я не расслышал Если я расслышал Не знаю Голос Ни незнакомый Я никогда Не отвечаю Адам ответил Он меня бомбил Больше года Только за одну Ночь 72 звонка Я еще раз А который Я отвечаю Он и не знает Слышал Нет А этот вопрос Какой задает Срочный вопрос Решить надо Я иду в храм Замечательно Молодец Иди Ну у меня ночью Случилось то Что не позволяет Идти в храм Как это случилось Я не знаю Я говорю С крышами Я могу назвать Параграф даже И Умойся Тело Оболзли Надень другую одежду Особенно нижнюю И все Но в храме К иконам Ко Кресту Не подходить Только всего Запрета нет На это Все Все Ух Обрадовался Это люди есть Которые Крещение приняли Еще не все знают Но видно Что он ревнует Думают Как бы Не перейти грани Не оттолкнуть От себя Ангела Хранителя И вот И вот мы сейчас Считаем А придется Еще Что когда-то Считать Что ты Ответишь Отдельно Так На скидку Ну Ангел Похоже на Христа Главное А к событию Было или Не было Ответ Вот вы Что делать Как не было Вот так Не оттолкнуть А во-вторых Надеется На Бога Господь Даст Веру Если не Крещеное А моченое Принять Крещение А в Аглашенные Года Три Побыть Ну На все Дается Как-то Ответ Сегодня Выходит У меня Обратился Один Баптист Ну Хороший Сам По себе Человек Мачалин Николай Естерович Молчанов Кажется Даже Правильно И он Побыл Уже Свещи Покупать Тут Все Ну И Пытается С людьми Заговорить Когда Эст Храма Выдывает Никак Он Вышел И говорит Вот У меня Такое Впечатление Сложилось Что Бог Набрал Одних Дураков Или Он Никогда Их Не Избирал Тут Два Варианта Только Ничего Не Знают И Знать Не Хотят Как Это Так Ну Если Ты Не Знаешь Ну Не Знаю И Все И Никуда Ты Не Денешься Надо Стремиться К Этому Чтоб Благодать Духа Объясняла Хотя Сегодня О чем Говорил И Давид Знал Я Что Он Чужой Он Вызвется Он Докажет И Погиб Город Город Священнический Это Считать Невозможно Какой Стон Стоял Младенцев Овец Волок Всех Режет Режет Убивает И никому Не прикоснуться Все Будет Гнить Лежать Почему Давид Говорит Я же Сразу Глянул Я понял Что Ты Чужой Почему Я Это Сделал Потому Себя Простить Не Можу Ну Слышал Ответ Один Мы Должны Это Люди Мужчинники Он Сразу Подошел Послушай А ты Откуда Такой Как Тебе Звать Дой А Паспорт Где У Тебя Ну И Начал Его Мотать Откуда Ты Пришел Как Да Ко Мне Священники Все Доверяют Я Прошу Отдельно Давыда В то Время Ничто Не Стеснял Он Мог Это Сделать И Сразу Ему Сказал К Степки У него Замысл Все Один Один Злодей Один Чужой Погибли 85 Священников Первосвященник Епископы По нашему Слышал Сегодня И дети Малые Младенцы Все погибли Царь Злодей Царь Изверг Убийца Палач И это Все Написано К нам Достигших Последних Времен Чтобы мы Не были Походливы На злое Не знали С этими Чужими Не доверяли При них Ничего Не говорили Вывод Да можно Кого-то Сделать Да побеседовать С собой А вот я бы был Там Как бы я себя Повел А я Священник Только один Убежал Остался Живой Один Он пришел Давид И все Рассказал Это Образ Для нас Здесь Тоже Уберем Довериться Как это Будет Выглядеть Но События Иногда Прямо Сходятся Ты Видишь Что Именно Так Седьмой Стих И одно Из четырех Животных Дало Семи Ангелам Семь Золотых Чаш Наполненных Гневом Бога Живущего Во веки Веков Плакование То Что Семь Золотых Чаш Передаются Одним Из Четырех Животных Семи Ангелам Означает Как Учит Святой Дианисий Ариапагид Что Ведения Сообщаются Среди Ангелов От Высших Нишин И Соответствуют Ангельской Иерархии И так Все готово Семи Ангелам Имеющим Исполнить Последние Семь Казен Язв Божий Над Гибнущим Миром Даны Семь Золотых Чаш Наполненных Гневом Бога Теперь Уже Ничто Не Помешает Этому Завершительному Карающему Действию На основании Мест Писания Псалом 78 Второе Послание Петра 3 Семь Откровения 15 2 18 8 Гнев Божий Которым Исполненный Чашей Которые Должны Злиться На мир Должны Представлять Себе В виде Огня Чаши Семи Ангелов Наполнены Огнем Гнева Божия Не случайно Бог назван Здесь Живущим Бловеки Вечности И Примирности Божьего Существа Заключается Как бы Основа Его Неизменяемости И Правосудия Он Вечный У которого Нет изменения И нигде Не перемены Вершит Правильный И Нелицеприятный Суд Бог Вечный А грех Явление Временно Уничтожаем Его Правильным Гневом Как только Семьи Ангелам Были Даны Золотые Чаши Наполненные Гневом Божиим Следующий стих Чаши Гневом Божиим Никто Ж Никогда Так Не Говорит Ну как Гнев Гнев Выражается В поступках В аресте В наказании Это понятно А то в чаши Что это Жидкость Какая-то Была А все Надо Понимать Другого И это Начало Болезни Сегодня Пытается Такая Болезнь Там Какая Это Можно Как-то Избавиться Будут Гладный Мор Измерить Исения По местам Восстанет Брата На Брата Народ На Народ Царство На Царство И Сему Надлежит Быть Все Вопросы Все Сняты Это Обязательно Будет Верующие Ради Верующие Избранных Дни Те сократятся То есть Это не будет Так Ну как Блокада Ленинграда Там Сократятся Они А как Избавиться Не об этом Надо думать А как Это Перенести Все И все Это Делает Бог Имя Которому Любовь Для того Чтобы мы Оправдали Здесь Страдания Страдания Человек Перекипает Перегорает И не до Этого Вот бывает Что-то Человек Делает А теперь Оказался Оказался Все По-другому Пошло Теперь Достал Делать Никогда Я Свидетельствую О людях С которыми Мне приходилось Встречаться Он Вспоминает Машину Отняли У него Хласточку Тобую Отняли Как он Ездил А что Там Шины Воровали Ну Завод Такой Есть Шины Почему Я не Ценил Вот Сегодня Научитесь Ценить Я Не то что Задание Против Вот Зайдете Сейчас В комнату Внимательно Все Смотри Как утром Ты встаешь Свою жизнь Смотри Потрихони И ты увидишь Что тебе больше всего нравится Днем Когда нравится Мать Отец Здесь Это Сегодня Это будет Дети Отнимаются Дети Убиваются И дальше Рассказывают А вечером Вот одна такая Решилась Сегодня Причину Не знаю И она Говорит Я иду Говорит Самое тревожное Время Когда у вас Говорит Вечером Когда уже Огни зажигает И шторок нет А я иду Вижу Постелька Вчера У меня тоже Постелька была А сейчас Ищу картон Где нибудь На скамейке В саду Где полиции нету Прилечивать Немного Отдохнуть Ну оцени Сегодняшнее Что у тебя есть Ребенок Жена Здесь с тобой Все у тебя В достатке есть И на книжке И везде Почему Словословия Песни-то Лебединой нету Вас Славь Бога И скажи А вот этого Я могу решиться Сегодня Вот у нас фильм Второе крещение Руси Или глазнопиющее Моя биография Поставил Малаш Игорь Николаевич Его называли МОС Новосибирской Телестудии Документальных фильмов И он говорит Последний раз Когда уходил А там в коридоре Как-то темновато Я говорю Руку поднял А лампочки не было И жена Углянула руку Я попрощался Это она Потом будет Рассказывать Решистер И он ушел И больше Дома не вернулся На него Очень сильно Была патриархия Недовольна Он ездил С патриархом Исием Вторым Это единственный Которому Все доверенно Сидел Все записывал Везде Прямо рядом С ним И показывает Как я иду В общем Крестном ходе Вокруг И теперь Когда он Поставил фильм То получил Там сделал Так Задает вопрос Патриарх отвечает И сразу делает Как будто мы За один столом Мы не сидели За один столом Но они Сильно на него Обиделись И там Саяна Шушинская Эгэс Он туда уехал И там его нашли В таком состоянии Уже он не пришел В себя А когда в Москве Был У него Где-то Жена говорит Студия была Там Все Архивы Я знаю Что такое Архив Неповторимый Попробовать Мы сделали Как Сняли архив И отправили В Испанию У нас человек Тогда поехал И они сами Выслали денег Там кажется 3000 евро На это отпустили Незнакомые люди В Америке Там В Новой Зеландии То есть В разных местах Мы пытались Сделать Архив Архивные Откопировать Где-то И они у меня Сейчас захватили Все увезли Последнее За этим Что шло Там Терабайты И там Неповторимые И отдали Все назад Еще Не стерли Ничего А вот Меня спрашивают А вы как думали Я думаю Как всегда Все изгадят Возьми Оно стоит Там 100 рублей А так Оно Бесценное Все Дорнули Даже Плешку Я говорю Нет Плешки Как нету Так отдали А Я Салопана Салопана Мешочек А пришел Салопан Повыдел И когда встретились Соследователем Сейчас Она говорит Да я же отдала вам И батюшка На меня Припомни Не помни А как Потому что я его здесь Не видел Пришел домой С фонариком Там Нигде За тумбочкой Все проверил Нигде нету Лежу Салопана Лежит Брошу Салопан А ты поднял В космосе Оно там лежит Теперь нужно Срочно сообщить Скажи Виноват Простите меня Но я не сказал Что нет Я Ну так получил Нет не знаю И в любом деле Вот и столько То было Эх Жена этого Говорит Малашиной Юрия Николаевича Всякое было И вот эта рука И вот там Из темноты Как он махнул Так все В моей памяти Осталось Мы должны Вот это все Сегодня Отстелить Что Бог дал Как бы веры То не было Разве ты тут сидел А если бы Евангелия не было Досчитать Не начин было Ведь это Оттолковали И проще Это все Время шло Тут написано Как В моем доме Начато было Отцом Геннадия В пас И вот как Бог сделал Теперь буквально Везде Все это считают И сердце Наполнить надо Второй ступенью И первая ступень Просительная молитва Дай Помоги Спаси Сохрани Ну и проще Подними Вторая Это благодарение За все Благодаритель Написано За все Первая ступень За все Благодаритель Получил ты молитв Ответ Не получил И Бога Благодарить За все Что окружает Тебя Мы даже Не знаем Люди Которые Рассмотрят Вы живете Как в раю Столько Зелени У вас Все свои Люди Ну и так Действительно И вот это Мы считаем Для того Чтобы Сердце Наше Склонилось К тому Ты делаешь Господи Праведен Да будет Святое Имя Твое Святое Бог дал Бог Делал Это все Будет Отнято Вот и какие У вас Ограды Сколько Техники Сколько Друзей Я зашел Сейчас Вороху Сколько Если не Продавать Ты можешь Сколько лет Тысячу Человек Кормить Горошницами Так еще И пшеница Будет Да еще Иногда И гречка Есть Общая Каша Смасла Благодарю Бога Ну поехали А то Чтобы не было Куда Восьмой стих И наполнился Храм Дымом От славы Божьей От силы Его И никто Не мог Войти В храм Доколе Не окончили Семь язв Семьи Ангелов Толкование Полыхающий Оконь Гнева Божия Золотых Чашек Лука Семьи Ангелов Производит Такое Обилие Дыма Что Наполнился Храм Дымом О подобных Явлениях Славы Силы Божьей И невозможности Человеку Войти В нее Читаем И в ряде Других Случа Так Было На Синае Исход 19-18 Гора Синае Вся Погружена В тьму Мрак И Буря При освящении Скинии Покрывало Облако Скинию Собрание И слава Господне Наполнила Скинию И не мог Моисей Войти Скинию Собрание Потому что Осеняло Ее Облаком И слава Господне Наполняло Скинию При внесении Ковчега Завета В новопостроенный Соломоном Храм Когда священники Вышли Из святилища Облако Наполнило Дом Господний И не могли Священники Стоять На служении По причине Облака Ибо Слава Господне Наполнила Храм Господний Третья Царство Восьмая Глава Пророческим Оком Видите Сая Небе Что Поколебались Верхи Врат От Глаз Савосклицающих Свят 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 Господь Савов Вся Земля Полна Слава Его И дом Наполнился Курением Так и Здесь Наполнился Храм Дымом От Славы Божьей И от Силы Его И никто Не мог Войти Храм Доколе Не Окончились Семь Язв Семи Ангелов Доколе Не Богас В чашах Огонь Гнева Божия И соответственно Не Развеялся Дым От Него Дым Наполнивший Собою Храм Означает Сколько Страшен Произведший Этот Дым Проявляется В данном Случае В его Правосудии И правильном Воздаянии Грешников Доколе Не Окончили Семь Язв Семь Ангелов И не Завершили Суды Божьи Над Грешным Миром Доколе Не Произошло Окончательное Разделение Правильных И неправильных И из Небесных Святых Никто Не Мог Войти В храм В обители Небесного Иерусалима И его Священнейшие Места Потому что Бог Предусмотрел О нас Нечто Лучшее Дабы Они Не без Нас Достигли Совершенства Посланники Время 11 глава И все Съей Свидетельственной Вере Не Получили Обещанного Но призваны Еще Успокоиться И ждать Только Когда Окончательно Развеется Дым Гнева Божия Откроется Правильником Доступ В небесный Храм Лучшее А с чем Сравнивать Лучшее Посмотреть Что-то Лучшее Вот Кейзи Еще раз Почитаю Потому что Бог Предусмотрел О нас Нечто Лучшее Дабы Сем Лучшее Нечто Лучшее Мы должны Иметь Что-то И сказать А вот Это Лучшее С чем Он Сравнивает Он Смотрел Господь В нас И ты Скажи Его Мне Он Смотрел Что-то Нечто Лучшее Лучшее А что Именно С чем Он Сравнивает Ну Лучшее Чем Он С земным Лучше Чем А С земным Потому что Здесь На земле Получили С земным Ну Что лучше Тут на земле Не земного У нас Это не так И много Лучше Я Я Сравнил С теми Кто Мы А Господь Нам Еще Добавил Сверху Что Лучшее Мы Семьем 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 Хороший Семьем К Богу Я Вот говорю Когда Беседовали Они Беседуют А я Рядом Сижу Я Не слышал Я Просто Отвернулся И так Молился Даже Сказать Богом Как будто Небо Наклонилось Как будто Со мной Рядом Господь Божья Мать Отстает Такое Ощущение Близости И вдруг Вот такое Решение Встало Как будто У нас Первый раз Видит Я говорю Вот это Мое Забирайте Любой Скажет Вы Забировали Нет Это Благодать Божия Я Не могу Вот Гляну Сейчас На вас Я Ничего Не могу Сделать Радость И Все Как стояла Задача Пригнать Ты бы видел С какой Радостью Залез Сын твой И как он Завел И как поехали Я еще Дорогой Снимать Пытался Когда С дороги Свернули Еще кадры Сделал И будет Сделал Ролик Показан Это День Благодарения А как бы Другого Не было Чудрый Человек Если нас Не напал Ничего Б этого Не было Поэтому За все Надо Благодарить За все Это чудесно Государство Это ваше дело Если вы желаете Да я Да хоть маленько Про нас Да я вас давно Смотрю Там в интернете Сколько лет Говорит А его назначили Я увижу Он уже готовый Чтобы говорить Правду И те Которые были Против Их даже Уздуло И никого Нигде нет И как От Бога И мы молимся О всех О всех А этот человек Допустим Вот он Не знает Ну что жировать Будешь Пузо наращивать Больше еще и нет А здесь Сколько новых Людей А рядом Заходили Которые Все время Менялись Как будто Охраняли ее Сколько Они услышали Нет А нет А мне опять Дадут слово Сказать Немножко Все Что Бог Дает Принимай С радостью Благодарение Ты получишь Все здесь А потом В другом месте Придется И там Ты будешь Свидетелем Иисуса А какие Примеры Я скажу Пример А ты не Примешь Приехали На новое место Баптисты И он в школе Там Шестого класса И уже Через неделю Вся школа Знала Что он Баптист А он Приходит Говорит Им о Боге Ни с кем не смеется В шахматы Не играет Он один Пацаненок И все Кому уже Серьезно Относятся Вот у меня В лагере Были ребятишки Они с девчонками Заигрывают То другое А одна девочка Сразу Прямо Из сектантов Сидит И Библию Считает Заглянет И ни один К ней не подходит У ней Как будто Вокруг Ее Как называемая Аура Одну Далью Такой Тоненький Высокий И родители Приехали Такие же Прямо Прозрачные Юрка Да ты Совсем Православным Стал Он Говорит Он Смотрел Православных Летом Шубью Ходит А зимой Босиком По снегу Житья Светы Посетала Примерно У нас Вот так И Ему Не заставляли Молиться Он Стал Крестить Я говорю А как же Вы Я говорю Просистанта Я летит И не говорю Теща Ее Мать Она Кандидат Каких-то Новок Крупцовский Ты Сказала Влагерь Ребенка Только Кламкину Ну Необидно Добрые Такие Привезли И За ним Приехали Второй Раз уже забирать Он не идет Никак Я еще Хочу Уновить Побыть Понимаете Вы сами Были Видите Это Награда От Бога А вот Они Такие Ну Вот Я беру Пример Вот У нас Письма Когда Получит Кто Не Получит А отправляет Называется Это Переадюстрация Я должен Проверить Мало Еще Ребенок Напишет Ну Письма Имею право Засчитать Ну Там Простое У меня Одна девочка Была Такая Она Сильно На слух Была И она Ни с кем Не разговаривает Ей трудно Слушать А Много Знает И письмо Считать Я когда стал Считать Ее письмо Это Литературное Произведение На конкурс Как Мальчики Взрослые Там уже Как они Заглядывались Вокруг Костра Людей Там Много 110 человек Было В лагере Ну Кто Это Написал Она Там Аня Зовут Юра И она Сидит И еще Не знает Что Статус Ее Уже Повысился Ну Кто Кто Это Из наших Мог Написать Одна Написала Мама Баба Заберите Меня Отсюда Здесь Все Плохо Кормят Плохо Солнце Светит Плохо То есть Она Все Абсолютно Написала Все Плохо 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 А это Светы Столько Красок На небе Я никогда Не видала До горизонта Видно Она Как в литературе Какое-то Произведение Написала Ну И когда Узнали Как они Вокруг Этой Девочки А Ей Может И никакой Нету То есть В глазах Людей Мы Все Таки Себя Кем-то Показываем Кто Мы Такие Глава Администрации Глава Все Таки Глава Района Я Положни Вот Сколько Людей Мы Никогда Не узнали Если бы Нас Широм Танит Кнули Чужой И он Вывел Нас На всех Людей И он В этом Ему Выбрал Такое Жеребие Быть Сыном Фараона Моисея Мог Позылать Фараона Иди А я представляю Лежит он Своей Фараон Ехай Там В постели Рассказывать И вот Просятся Евреи Да-то Отпусти Ну Назовет Нармалат Какой-то Ну Пусть Они Идут Да Наверное Надо Отпустить И в это Время Нет Не отпущай Иди Господь А я Ожесточу Ему Сердце Так Вывести Надо Ожесточен Это Не отпустит Свинок Все Мертвая Страна Это Нам Оставит Пример А в чем Вина Фараона Бог Ожесточен Я не могу Противодействовать Понимаете Здесь Такие Таймы И так Но сегодня Это по-другому Это Близость Бога Искупленная Жертва Нет Искупление В жертве Христа Сказать И вот Мы считаем Это Все Для пользы Считай Дальше Догон Уже Хансу Идет Да 40 денег Так Вопрос Есть Вопрос Давай Переводим Есть Пример Библии Когда Чужой Стал Своим И что Для этого Нужно Ну Как Сказать Такие Примеры Мы можем Привести Но Эти Люди Которые Сказать Чужими Были Они Не сделали То Что Сегодня Мы Видим Дорик И доменяли Это Беспокоенно Это Не Симон Волх Помолитесь За меня Ну Прям Все Дальше Нет Нет Молитвы Тебе Нет За него Молитв Нет Он Приговоренный А вот Так Чтобы он Воевал И был Против Обращался В Жития Святых Молитв Молитв Самый Сильный Проповедник Степан Он Первый Мужчин Ну Люди Сделали Великий Плащ А Кто бы Знал Что Кто одеждает Это Сильный Молитв Материя Все Он Город Пришел Другой И все Эти справки Которые Дали Характеристику Ему Они Оказались Ложные Теперь А мы Слышали Он Идет Сюда Убивать Когда Наня Сказал Хватать Это Вчера Было Сегодня Другой Он Он Только Был Чужой А Он Подряд Все Выметал Держался Почему Я Был Более Ревностен Моих Сверстников Фарисеев Фарисеев По правде Законы Непорощи Нигде Не нарушил Ни пост Ничего А у Бога Уже Слава Него Другой Я Покажу Как Много Ему Нажло Пострадать Он Покажет Мы Нажим Только Мужчин Принимая С Благодарностью Быть Всегда Верный Богу Он Нас Избрал Если Ты Не Избран Тебе Вот Это Все Такое Чужое Будет Избрание Надо Подтвердить Делами Вера Бездел Мертва И Это Ревной Об этом Сегодня Представляется Такая Возможность Вот Здесь Ну Я Скажу Что Как Я Думаю Об Этому Говорил Уже Есть Люди Которые Никогда Не Ходят На Занятия Они В Городе Не Ходят Ну Кто Тому Пошли Два Три Человека Зашли Люди Хорошие Безотказные Прямо Настоящие В Субботу Никогда Нет Никогда Не в Городе Здесь Только Дорогу Перейти Почему Они Ворожде В Нет Они Очень Дружат Без Улыбки Не Встречаются Нет А Я Скорблю Об Это Я Знаю Это Потеря Потеря Два Шага А потом Догонять Невозможно Они Уже Вчера Что-то Пробуют Не Услышат И Как Мы Объединенно Так Молились Обо Все А Можно Расшевелить А Попробую Вчера Да А Сегодня Может Быть И Нет У Меня Было Такое Кто В доме Тут Жил Теперь Там Жил Другие А Мне Жена Да Она Что-то Приболела Служба Идет Я Пошел Прихожу Она Что-то Там Квашни Мешает Пирожки Готовит Мужу Я Говорю Ты Почему Не Пошла Да Я Что-то Не Знаю Ну Ты Здоровый Хочешь Быть Здоровый Это Не Квашни Делаются В Храме Одевайся Пошли И Она Пришла Может Быть Ей Было Неудобно Но Главное Она Пришла Однажды Серафим Не Один раз Приходил А Мне Мне никто не сказал Бывает Так Праздник Какой-то Это Все Уже Позаднее Так Она Как Радостно Была Что Сказали Она Любила Храм Ходить И В любом Деле Заранее Не Выноси Приговоры Место Уже Неоднократно Где-то И Видно Там Делает И В таком Злодействии Он Был Раскаялся До Когда Тут Все Разгром Не Знаю Вот У меня Лище Такое Чтобы Вот Такое Было Как Сейчас Я Не Могу Припомнить Потому Что Своя Родня Все Вокруг Поддерживает И Одобряет Кульные Слова Просто Безумные Безумные Особенно Женский Пол Только На Первый День Женщина У них Там Это 63 Раза Выступила А Ничего Нет Одно Лугательство Безумное Она Не Смотрит Что Она Четыре Раза Моложе Там И Прочее Гадости Всякие Люди Говорят Где же Такие Неверующие Живут Ховьё Просто Стопроцентное Да Ещё Добавляют И добавляют Друг друга Поддерживают Батюшка По телефону Разговаривает И они Батюшке Грубейшими Словами Отвечают Ну Обезумные И Что Они Добились Радость Которая Нам Бог Доставил Туда Бо Я Не Попал Однажды Я Сижу Здесь Могу Сказать Миша Митетин Я Ему Говорю Почему На Благовестие Не Идёт Куда Пойдёшь Чтобы Тебя Знать Только Проговорили Если Нужно Господь Прям На Доб Тебе Пришлёт А Тогда Куриный Гриб Заходят Две Женщины Они Как раз По Этой Проблем Неупотребляем Ну Я Сразу Подошёл Сразу С ним Сам Говорит Он До Наши разговоры Никому Некому Говорить А они Двое Заходят И видно Что Люди И одеты Прекрасные И знают О чём Говорить Надо Мы тут Засвидетельствовали И так Бывает Поезд Я такие Истории Могу Рассказать Это Невероятно Когда Мы Слезли С поезда Не знаю Что Если Длинный Маршрут То Только Одну Остановку Можно Делать Я Никогда Не знал И Когда Слезли В Перзе Они Сказали Это У вас Вторая Мы В Москве Остановку Делали Это Пропащий Будет Билет Пропал Я Тогда Давайте Скорее Со своими Чемоданами Сумками Скорее Поезд А поезд Тронулся Уже Поезд Тронулся И Вдруг Мы Едем Во втором Вагоне Оказались В 11 Но Мы Зашли А время Это Уже Ночь И Мы Идем По Вагонам У нас Было Сколько 8 Человек Компания И В это Время Последний Идет А Она Говорит Все Вы Ходите Тут Уборка Идет И Вы Тут Я Говорю Мы Опоздали А Другое А Он Идет Последний Говорит Спаси Христос И Вдруг Там Открывается Дверь А Ресторан Был А Где Христос Да Не Христос Вот Иисусики Прошли Они Тут Мешаются А Это Директор У нее ВХС Примерять Будут Какая Недостаточа И Она Соединяла Все Это И Она Утром Послала Носит Такие Продают Там Первое Второе Это Вы Ночью Здесь Проходили Я Говорит О Боге Да Она И хочет О Боге Послушать И В этот День Я Четыре Часа Проповедовал В ресторане Сколько Людей Слышит Встать Я Встал Громко И Один Там Видимо Такой Может Подошел Красные Корочки Вот такие Так Сотрудник КГБ Вы Прекратите Агитацией Заниматься А директор Вы Слышал Подошла Вухи Вбокер Женство Когда На Круте Женщина Делает Это Значит Все Будет Буква Ф Ты Сотрудник КГБ Да Щена Я Тебя Выперла Отсюда Полутепленького Сядь Пока Я Тебя Не Выдал Извините Пожалуйста Так Раз Кладился И Сел Все А тут Ну С чем Вас Отблагодарить А где У вас Страстная Неделя Была Седмица Мы Говорим Сейчас У нас Нельзя Как нельзя А тут Батюшки Ехали Говорят Они Молос Нагели Мясо И Там Все Остальное У нас Это Не касается Я Говорю Сема Могли Вы Картошку Нечишиную Сделать И Маленько Маленько Ссырю Как бы Чтобы Вот Это Кому Это И Когда Они Сделали Я Блюдо Такое Блюдо Несу Большое Блюдо И Картошка До Настя Дарю Понимаешь Вот Все Это Перед Богом И Так Вспоминается Лико Четыре Часа Поповедовать Одно Слово Христос Иисус А просто Не говори Спаси Бог Или Там Господь А говори Спаси Христос Это Мы Сразу Показываем Кто Мы Христиане Нас Зовут Христиане Так Вопросы Давай Стихотворение Давай Работая Локтями Мы Бежали Кого-то Люди Били На базаре Как Можно Было Это Посмотреть Спеша Нагвал Мы Прибавляли Ходу Зачерпывая Вареньками Воду И Сопли Забывали И Гереть И Замели В сердечках Что-то Сжалось Когда Мы Увидали Как Сужалось Кольцо Слуха Вдох И Капелю Как Он Стоял У Овощного Ряда Вобравши В плечи Голову От Града Тычков Пинков Плевков Эпреух Вдруг Справа Кто-то В санке Дался Тяжкой Вдруг Слева Залепили Лоб Ледяшкой Кров Появилась И Пошло Всерьез Все вздыглись Все скопом Завизжали Обрушившись Греколем И вожжами Железными Штырями От колес Зря Он Хрипел Братцы Что Братцы Толпа Сполна Хотела Рассчитаться Толпа Глухой Устала Разъяясь Толпа На тех Кто Плохо Пил Роптала И Нечто С телом Схожее Топтало В снегу Весеннем Превращенном В грязь Со вкусом Били С выдумкой Сочной Я видел Как Сноровистая Точно Режачим Под самый Самый Дых Извошенным В грязи В навозной Жиже Все Все Добавляли Чьи-то Сапожищи Засаленными Ушками На них Их Обладатель Парень С честной Мордой И честностью Своей Страшно Гордой Все бил Да приговаривал Шали Бил С правотой Уверенной Весомой Измокший Раскрасневшийся Веселый Он Крикнул мне Добавь И ты Малыш Не помню Сколько Их Голдевших Было Быть может Сто Быть может Больше Было Но я Мальчишка Но я Мальчишка Плакала Стыда Если сотня Воин Долтела Кого Кого-то Бьет Пусть Даже Из-за Дела Сто Первым Я Не буду Никогда Евгений Евтушенко Ну-ка Покажи Кто автор Евгений Евтушенко Евтушенко Интересно Интересно Он там Ахматова Ещё назвал Таково В общем Стихотворение Хорошее Стихотворение Хорошее Хорошее Да Деорганизм А Не Слушай Как Покричать Покричать Ха Ха Дескоревочек Давай Конечно Вот недавно Был Праздновали День семьи Пётр Феврония Помнишь Да И у нас Много Есть в житьях Когда Благочестивые Жёны Спасали Мужей Нечестивых Выводили Я вот Задавался Вопросом А если Обратно Чтобы Благочестивый Муж Нечестивую Жену Вытащил Такой Случай Знаешь Нет Жития Это 1173 Жития Когда Они Обращались Действия На других Так Вот Назвать Имена Не могу Нет Например Я Ни одного Не знаю Я Остановлюсь Пётр И Феврония Я Считаю День Когда Память То Это День Женщины До 8 Марта Она Была Кто Такая Понимаешь Я Ставил с юристом Её судить Надо было А она Как А он Князь А она Обыкновенная Там Дворогая Ну Почему-то Полюбили Друг друга Но На этом То Дело Не Закончилось А Он Не Может Живиться Закон Такой Если Он На ней Женится Он Теряет Княжеское Звание Своё Делается Обыкновенным Ну Говори Кто Там Говорит Простолюдин Или Что А Она Княгиней Никогда Не Будет А Ей Захотелось Быть И Она Его Лещит У него Болез Какая-то Там Считается Он Со Змеем Боролся И Кровь От Змея Брызгала На Его Язва И Теперь Она Его Лещит И Довольно Успешно Но Одну Язвочку Оставила Это Понимаешь Как Провокатор Это Как Его Не Рассудить И Теперь Он Вылещил Вылещил Ну Там Купырёк Один Так Женится Это Это Сегодня Так Если Взять Как Это Все По-другому Будет И Опять Заболел И Она Опять То Самое Ему Я Юристу Сказал Врач Сейчас Лещит Ну Какая Там Девушка А Пришел Профессор И Она Ему Вот так Это Как Уголовное Дело У Ни Никак Нельзя Было Так Это Дело Другое Но Он Не Хотел Жениться На Умерли В один День Это Совсем Не Говорит Что Это Хорошо Достоевский Лунок А Анна Александровна Жена Ему Осталась Она Теперь Все Книги Его Сумела Издать Этого Не Было А Возлющий Яхрон Лунок Она Еще 38 Лет Кажется Жила Она Арстейская Была Ордена Получала И В один День Умереть Это Значит Дело Твоем Продвигать Некому Так Что Ну Нет Вопрос О другом Ну Я пока Говорю Как Есть Я понял Что А было Летар Что Он Ее Там Как То Вытянул Вот Даже Смотри Царь Соломон На чем Споткнулся Я думаю Так Посиди Маленько Здесь Здесь Не уходи Я сейчас Думаю Даже Капакофу Можно Найти Запрещали Жениться На Инновесных Эти Женщинах Ну Написано Так А ты Откуда Знаешь Не спасешь Ему Жену Не спасешь А не спасешь Жену Не Да Это такое Есть А было Летар Думаю Чтобы История Была Не Один Раз Вот так Сходу Назвать Что-то Даже Не могу Пропомнить Если Он Верующий Оба Были Неверующие Если Он Верующий На Такой Жениться Не Должен Нет Он Верующий На Ну Как Жениться Шел В церковь Увидел Проститутку Полюбил Ею Говорит Давай Я тебя Спасу Жену Что тебе Никак Об этом Андрей Кураев Говорил Тебе Надо Хорошую Иди На Танц Площадку Познакомься От Миссионер От Миссионер Да Не Могу Да И Жениться Тогда Но Надо Сначала Уверовать Принять Крещение Потому Что Ни Одно Таинство Не Подходит Если Не Верующий Какое Общение У Как Сын С Голком Так И Здесь У Верующий С Неверующий И Жениться На Неверующий Верующий Никогда Не Будет Если Она Такая Она Услышала И Обратилась Приняла Мой первый Коринфян Говорит Только В Господе Если Это Только В Господе То Это Только В Верий А Так Чтобы Вдвое Были Комсомольцы И Он Уверовал А Она Не Уверовала Если Желать Жить И Там Говорит Как Муж Или Жена Не Связаны В Этом Деле То Он Свободен Свободен Не Жениться Но Она Не Хочет С Жить Не Удерживаю Ее Лучше Конечно Осталось Она Помаленьку Как-то Может Дойдет И Апостол Павел Показывает Неопределенность Блажен Апетилат Говорит Ты Не знаешь Обратиться Она Или Нет И Поэтому Работай А Может Она Обратиться Вон Смотри Еще Одна И Ну А Мама Наша Она Была Не Верующая Была Комсомолка Нет Разговор То Другом Вы Вот Тут же Видишь Мы знаем Много Случаев Жития Святой Когда Жены Благочестивы Своим Житием Язычников Это Самое Как бы Ну Папа Был из Следующей Семьи А мама Причем Тут Твой Папа И Мама И Мама Твоя Мама Она Просто Чувствует Это Начинается Я тебе Говорю Жития Какой Именно Жить Мы Ну Мы знаем Что Допустим Соломон На чем Погорел Внутри Семьи Ну Он Все Потерял Почему Он Хитиянки Перезянки Какие были А он Он бы взял Богу Обратил Ни одного Не обратилась Вот я Про это Говорю Нет Нет Это Это Другая Нация Совсем Это Похоть Она Была И Дальше Об этом Говорится Что Они Видимо Ставили Слово Ты Мне Храм Поставь Для Своего Бога И Он И И И И Мерзостью Наполнил Вот и Господь Наказал Его Тем Что За Ним Стал Рабора Скуда Умный А У нас Соломона Нет Нигде Святца Его Нет Вот У нас Была Фаина Соломона Она Иврейка Она Иврейка Но У нас У православных Соломона Нигде Нет Церковь Мудрость Его Оставила А Дальше Он Смехнулся Окончательно А Закон Говорил Смотрите Имейте Ограничения В деньгах И в женах А он Имел Три стажев Семьсот Наложниц Ну По одной Даже на ночь Если брать И то Надо Три года Ждать А у Князя Владимира Две Тысячи Было Ну Ясно Делал Что 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 Не То Тут С одной Ты Не справишься А тут Куча Малах Нет В обязанность Обращать Не Поставлено Откуда Ты Знаешь Не Обратиться Поэтому Мне Эта Неопределенность Позволяет Жить Если Она Согласна А Было Не Согласна Вот У меня Знакомый Тут Был В Барнауле Жили Он Крепкий Такой Мужик Чемпион Поподнять И Пришла И говорит Я Разложусь Со своим Дурак А что Дурак Да Вот так Все Пьет Нет Не работает Да В КГБ Работает И Что Нормальный Мужик Был Познакомился С баптистами Сейчас Молится В Библии Считает Да ты Редка С ума Сошла И деньги Тащит Все Домой Несет Разрубил Да нет Но я Не хочу С ним Жить И Как Развелся Я Скажу Кто Это Гордеев Михаил Федорович Вот Какое Дело Он Рассказывает Даже Не верится А Подруги Она Когда Развелась А потом Уже Такого Мужика Упустила Добровый Крепкий Русский Мужик Не сносишь Он 86 Что 87 Лет Жил В прошлом году Крепкий Ваша Мать Особенно Хорошо Его Знает Я Глядмире Говорю Так Вот Смысл То В чем Смысл То В том Что Женщина Она Хоть Не Мощная Но Сила Мощная 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 Адам Подкаблющик Был С этим Яблоком Пригрозил Даже Мы не знаем Вот Такие события Мирового масштаба В изъявительном Наклонении Не рассматриваются Уже Произошло И в Адаме Все умирают Во Христе Все Живут И Жене Не властвовать Над Божьим Ибо Не можешь Прессившись Но Жена Прессившись Палки Вопрос И Она Называется Немощный Сосуд Золотой Господь Шла Замуж Перевратить В камень Не позволяй Речного Слова Сказать Письмо Пишет Родителям Аминь Пока Ты Не Поставишь И Посылать И Это Нормальное Христианское Состояние Ты Счастливый Человек Что у тебя Такая Жена Вот И Все А Что Там Обратиться Она Вот Так Сказать Сходу Я Что-то Даже Не знаю Но Оба Были Неверующие Это Уже Определенно Не То Что Он Взял Такую Ну То То Если Вот Сейчас Ребята Смотрят Или Слушают Они Верующие Они Должны Соответственно Ни В коем Случай Только На Верующие Только На Неверующие Он Верующие С Кого Мещатя Она Не Знают И Он Рассказывается Горько Горько В Самое Короткое Время Я Вчера Об этом Говорил О Привидении О Берии У Каждого Народа Свою Вот У Этих У Румын Кажется Уже Свадьба Назревает И Они Невесту Проверяют Сын Большой Как Она Будет Надо Нажав Парафине Чтоб Не Портилось Вот Она Начинает Срезать Это Рассказывает Не Жалеет А Другая Тряпочка Помыть Она Должна Боком Нож Поставить Оскорбить Там В Чехословакии Бросают Какую-то Шапку Или Что-то В Погреб Они Одновременно Должны Залез И Кто В темноте Первый Найдет Тот Боин Господин Ну Это Все Человеческая Ей на роду написано Учить жене Не позволяй Не властвовать Над Божем Но Быть Безмолвии Это высшее Твое Достояние Будет Безмолвии Больше Еще Не надо Я бы Сделала Это Но Муж Не запрещайте Все увидят Какая Ты молодец Молва Пойдет И Она Так Слушается Она Продляет Мужу Жизнь Будьте Слишком Слово Прямо Показывается Как Не Там Немощная Она Чеш Ведет Себя Как будто Котел Чугунный Немощная Не Не понравилось Это Сомнение Сейчас Мошенники Звонят По телефону Женщины А она Там Говорила Говорила Сейчас Говорит У мужа Спрошу И они Сразу Трубку Бросили Это Проверял Один Все Есть ли Люди Которые Хозяева И вот Он Пошел Кто Хозяин Она Вышла Я Хозяйка А муж Где На Работе Ну Все В Другой Дом Точно Так Я Вышел Я Хозяин А У У Два Осла Черный Белый Если Я Найду Муж Который Хозяин Я Ему Подарю Осла Так Подожди Я пойду Жене Посоветуюсь Какого Осла Взять Ослы Безхвостые Так Вопросов Больше Нема Хороший Был День Ответ Ослы Ся По Истину Ложите Тя В Органицу Крис Соложен И Неборочно Свою Ты Матерь Бога Наш Бог Честнейшую Хер У Ты Словнич Любит Сомнение Серафим Без Вестей Ни Работ Слова Роч Свою Сущую Бог Органицу Тя Велик Аминь Благодаря Бога Поплодай Бога Господи Слава Тебе Благодаря За то Что Ты Нам Собрал Нас Если Мы Слишком Долго Говорим Ты Нас Носечком Показывай Что Надо Становиться Помог Нам В мире В любви Закончить Слава Тебе Благодаря За все Отец Семь Дух Стой Аминь 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 Аминь